Нос твой кожаный. Ладно, всё. Ник, привет, любимая. Только с тобой говорили. Всем привет. Так, сейчас надо застегнуть кофту. А то, что-то, мне кажется, вырез большеват. В Самару... Брат играет, слышите? В школе мы. В Самару мы, наверное, не поедем в этом году. Слышите? Концерт Чайковского. Слышите? Ой, я не могу, так круто. В Самару не поедем. Потому что в этом году мы полетели на Новый год в Абхазию работать. И, честно, сказать, что я вымоталась, это вообще ничего не сказать. Это, наверное, впервые за всю мою жизнь. У меня вообще такая поездка. Я, когда прилетела, я думала, что я не смогу ещё дней пять просто ходить и вставать. Вот. Потому что мы прилетели, получается, в ночь с 29 до 30. Потом мы ехали до места назначения. Семь часов приехали. Еды нет там. Потому что гостиница новая. Мы поехали ночью на заправку. Но это мы увидели. Взяли шаурму. Утром мы с трудом встали. Мы с трудом уснули. В 7 утра встали уже в 12. В 3 мы поехали на саундчек. В 5. Сейчас я брата хочу показать, как он играет. Сыбрай ещё кусочек. Мой брат, любимый. Вот. Короче, что я хотела сказать. И мы вот на второй день саундчек в 3 часа дня был. Согуш, ну что ты. Ну что ты нервничаешь, моя мамочка. Потом мы с 5 вечера уже где-то до часа были на сцене. На второй день у нас опять были концерты. И я вот знаете, я еле стояла на ногах. Это невыносимо тяжёлая поездка была. Просто невыносимо. Говорят, что перекроют все доступы в инсту. Слушайте, ну нас уже блокировали, по-моему, всё, что только можно. И в итоге всё равно все сидят в инсте, у всех ВПНы. Всё равно не будет такого, что там всё заблокируют, все ВПНы. Такого просто невозможно, потому что их миллион частных. Да и вообще, вы знаете, я закончила Московскую государственную консерваторию, аспирантуру. И мне в конце концов уже можно давно отдыхать, рожать детей и ни о чём не думать. Потому что я за свои 34 года столько работала, сколько, мне кажется, никто не работал. Ну вот. Поэтому как-то так. Вот у меня Кристина, жена моего брата, спокойно на Бали улетела. Она, сколько она, на полтора месяца, на два. И вообще, мне кажется, всё равно. Есть инста, нет инста. И так и должно, в принципе, быть. А вот так вот всю жизнь париться, где заработать, сколько. Как я вот поехала в эту Абхазию, да. И просто вернулась, вымотанная, высосанная, как будто, знаете, как будто я не знаю вообще, что я делала. Это тоже не делала. Все эти брюлики, да, это бриллианты, пусть и это бриллиантовые. Я вообще маме подарила, но в итоге они мне достались. Кристина ждёт малыша. Это Алена вообще-то, это жена моего брата, вторая. Она ждёт, Кристина только вот, Серёжу когда родила, но не только что, но ему сколько там, четыре с половиной года. Куда я сейчас второго-то сразу, но и так рано родила. Это Алена ждёт, это жена Димочки, моего брата. Ой, моя любимая блюдо, ты что-то, знаете, её как-то не особо привередлива к еде. У нас... Не знаю даже. А, рада за Аленых, да, вы перепутали. И у вас тоже с Новым Годом, мои дорогие. Настроение... Оно как приехало в Москву, получше стало. Хотя бы у меня нет таких головных болей, как в Сухобе, потому что... Я думала, что там я сойду с ума, у меня мигрей началась. Какого вы представляете мужчину вашей мечты? Слушайте, я вообще уже никого не представляю. У меня это хватило. Я столько... Настрадалась. Поддерживаешь связь с Ефременко? И, конечно, мы с ней общаемся. Списываемся, созваниваемся. Вчера мы тоже общались. Всё хорошо, слава Богу. Поэтому... Как-то так. Бусинка моя, привет. А то кто? Маша, я думала, что я всё сделаю. Доча, что ты что-то не совсем поняла. Я по знаку зодиака весы. Ой, слушайте, у меня начинает у себя мигрень. Когда я перерабатываю. Когда я перенапрягаюсь. То есть... Он не начинается невыносимой головной боли. А поскольку я постоянно работаю, то... Естественно, вот так вот начинается. У меня нет автомобиля. И живой я в съёмной квартире с Майей. Я не общаюсь. Сейчас мы в школе у брата моего. Всем привет, мои хорошие. Кто присоединился? К маме хотела сходить. Она у нас там сидит. Столько салатов она приготовила. Прям молодец. Сагушенька. Моя девочка любимая. Анальчик, привет. Привет, мои дорогие. Самара тоже привет. Очень хотела в Самару в этом году. Ну... Видите, что-то все разлетелись. Разъехались. Алена ждёт малыша. Они не поехали. Брат мой на баре уехал на два месяца. Ну и мы не поехали. Маша-то очень изменилась. Такая правильная стала. В смысле... Мне кажется, я всегда такой была. В плане правильной. Мы в школе у брата находимся. Тоже захотелось. Салата. Это мама привела в вашей семье любовь к музыке. Дорогие друзья, вы, наверное, не знаете, но именем моего дедушки названо Музыкальное училище в Самаре Дмитрия Григорьевича Шталова, Георгиевича Шталова. Мой дядя – известнейший жазовый музыкант. Моя мама – заслуженный тест к России, папа. Дядя, моя тётя – заслуженный работник культуры. А моего брата – вот эта вот школа Music for Soul в центре Москвы практически. То есть, поэтому выбора не было. Я настолько с детства любила музыку. Моя мама, пока была беременна мной, она постоянно с папой давала сольный концерт, потому что музыканты жили как бы не очень всегда. И несмотря на то, что мама была беременна, она постоянно... Кто здесь? Поздоровайся. Левочка, привет, мой любимый. Привет, мой хороший. Какая музыкальная семья? Ой, Леван, я так... Ты знаешь, что так было плохо. Не знаю, почему у меня после перелетов так болела. Голова прям невыносимо. Какая ваша девичья фамилия? Иванова. С Новым годом, Маша, и мама Уоля. Люблю вас. Спасибо большое. С Новым годом, взаимно. Ты хорошо была, Маша. Хорошо, как пришла. Ты очень шикарно. Поздоровайся, мама. Я поздороваюсь, Леван. Ну вот, ну ты что, совсем, что ли, прикалываешься? Всем здрасте. Ничего не вижу, к сожалению. Вы знаете, это моя такая беда, что я ничего не вижу. Ну, что я вам скажу. А я с удовольствием слетала. Поплавала в источниках шикарных, в бассейне. Вы знаете, мы когда вошли туда с Таной Мьюзик, вошли в этот бассейн, и, вы знаете, вода такая кипяточная была. Машка боялась открыть дверь, прям нас сбивала вроде ветром. И вдруг мы входим туда, горячая вода в источнике. Потом не хотелось выходить вообще. Горячая, шикарная вода. Мы с ней сердечко сделали. Если вы не видели у Маши, посмотрите, пожалуйста. Это просто шикарно было. Нас там прекрасно встречали. Там очень доброжелательные люди. Даже на заправку повезли меня. Такой народ был, прекрасный народ, прекрасный мужчина. Знаете, я там в одном месте. Ближе камеру протру, что-то все плохо видно, мам. Я тут вообще не вижу ничего. Я аж плохо вижу. А, вот. Вы знаете, я в какой-то момент расстроилась. Ну, мы там. Ну, не жалуюсь. Ну, я не жалуюсь. Я в какой-то момент там поссорилась с одним человеком. Выхожу, плачу. Машка за мной выходит. И вдруг ко мне подходит такой джигит. Говорит, вы чем-то расстроены? Это было страшно. И тебе мама тут же все забыла. Вас кто-то обидел? Я тут же говорю, нет. Все отлично. Я говорю, вы знаете, это мы с Машей. Ну, между собой. И я уже даже не стала говорить. Мужчины все, конечно, ну, что, говорит, красавцы, женщины. Тоже замечательные. А у Ливана две рубашки. Вот эта белая, вторая, в камнях. Ой, да у Ливана все рубашки красивые. Вот там был Ливан, тот, два. Был, это он позвал нас, блядь. Когда он вел там еще один корпоратив до этого. О, губернатор. На площади, на вообще громадной площади он вел этот корпоратив. И когда он пришел, он уже опоздал на наш немножко. И вот когда он вышел, это было блистательное совершенно выступление. Вот видите, он только выходит, такая харизма, так все хорошо, так все шикарно. Вы знаете, вот вы пишите, извините, может, я глупость говорю, но я не вижу. А, вот Ливан здесь, просто Ливан, у меня мама зрения. Ливан здесь? Он здесь, оказывается, был. Я же его не вижу. У мамы зрения, да, и она не видит ничего, что... Ну, а что, он пишет что-то мне, нет, плохой, что-то хорошее? Плохо пишет. Мне? Да. Плохо пишешь, Ливан? Ой, Лисо тоже здесь. И Лисо тоже... Они говорят, что они тебя не ждали. Не ждали? Да, зря приехала. Знаете что... На тебя деньги потратили, говорят. Ну, вы знаете, а я была рада. Я очень рада. И я, честно говоря, единственное, что я жалею, что я не съездила в Сухум к своему... Ну, никак, ну, нет, к Машиному дяде. Он там живет. Да, и я очень хотела бы съездить, вы знаете, очень. Ну, вы знаете, я настолько рада вашему гостеприимству. Вот у вас настолько прекрасный... Наташа, Ливан суперстильный и харизматичный. Но кто сомневался? А кто сомневался? А-а-а! Ты тебя улыбишься! Ты тебя улыбишься! Ливан, извини! Я пока здесь. Ты где, красавчик? Во-первых, я хочу вам сказать с Машей огромное спасибо человеческое. Вы здесь всем понравились. Вот. Туда, куда вы не успели поехать, мы еще раз, я, Маша и прекрасная тетя Олюшка приедут. Во-первых, я хочу сказать отдельно, Машечка, я тебя вижу, солнышко мое. Как вы играли? Элисон мне сегодня набрала кучу, мне всего сказала, насколько вы открытые, добрые и как классно. Теперь мы едем втроем. Ливан не женат. Ребята, сейчас не про мою жену говорим, мы говорим про прекрасную Машу Кахно и про Ольгу Дмитриевну, которая потрясающе просто достойна, с уважением и Машечкой. Вас очень не хватает, вот. Очень жалко, что вы уехали, я вас к себе никак домой не довез. В следующий раз мы должны приехать так, чтобы вы остались не по работе, по работе обязательно, но чтобы еще 2-3 дня у нас было. Тетя Олюшка, все было прекрасно. Я вам хочу, как к своей маме. И вот когда ты вышел, значит, Ливан, я тебе хочу сказать, что мне мама рассказывала. Вот прямо сейчас послушай, да, вот что она сказала. Давай, говори. Вот, Ливан, вот ты знаешь, вот идет концерт у нас, все, там они что-то говорят, говорят, и вдруг ты выходишь. Уставший, блин, после этой площади десятитысячного народа, всего фейерверка, выступления, усталости. И вдруг ты выходишь, все, луч солнца, понимаешь? Ну, правда, кстати. Это вот, знаешь, настолько было здорово все. Ну, во-первых, ну, вообще, просто шикарно. Неправда. Просто шикарно. Я в совокупности с вами был прекрасен. Одного они меня видели, и Маша... Конечно, в совокупности. Да, я считаю, что Маша является потрясающей, потрясающей скрипачкой, которая только может превзнести классную музыку. Да, нет, как скрипачку я даже не говорю. Я хочу отдельно сказать ресторану пару спасибо, да, все равно. Как нас принимали, как депутаты, мы их имена, фамилии не будем назвать, от души Маши принимали. Да. Пять минут назад на видео звонили. Очень приятно. Вот пять минут назад мне по видео звонили, говорят, Маша, без вас у нас грустно. Такие красавцы, такие хорошие, человечные, добрые, радушные, гостеприимные, ничего не могу сказать. Прекрасные. Я скоро приеду. Восьмого я уже буду в Москве. Да, я иду с мамочкой побою на Рождество, тетя Ольша. Мамочки, мамочки, здорово. Амадейчик, иди с Машей поздороваешься. Иди бегом. Тут твой поклонник, племянник мой. Иди вот так. Ну иди вот сюда, встань, поздороваешься. Иди вот сюда рядышком. Не стесняйся. Нет, не стесняйся. Он очень любит Машу. Маша, привет. Сынок, сыночка мой. Красавец, привет, зуба. Какой хороший, такой хороший, сынок. Ну привет, как тебя зовут? Моцарк. 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 Красавец, не Ольга, не команда Маши. Имя, имя обязывает. Ты гений. С детства ты уже гений. Какой хороший. Нет, ребята. Леван, ты как будто обижен. Это ваши какие-то фантазии уже, видать ли, ближе к вечеру? Леван, это издержки дома. Всегда найти нотку того, чтобы разобрать. Потому что когда все знают, это интересно. В ресторане мы с Машей два дня на ура поработали. Площадь была забита 10 тысяч зрителей. Вы все это можете увидеть не ля-ля, а наглядно на видео у меня в ленте. Так что вы там можете придумывать. Кто-то обидит. Мы никто не... Во-первых, Машу я знаю 100 лет. Она потрясающая. Она такая, какая она есть. Всегда улыбается. Всегда. Это я зануда. Я зануда. Я говорю, Маша. Маша может со мной шутить. Ты не зануда. Ты просто хочешь, чтобы все было до иголочки, до низочки. Все идеально. Все хорошо. Ну, я знаю точно одно, что Маша меня не предаст. Что Маша всегда за мной горой. Я ее очень люблю. И тетя Олюшка мне, как моя мама. Вот абсолютно. Моей маме 77 лет. Дай бог ей здоровья. Я очень уважаю тетю Олюшку. И Маша это мое сердце, моя душа. Значит, ты зануда. Ну да, может я зануда. Я требователь к работе. Ну и Маша это знает. И все нормально. Маша с твоей красивой улыбкой улыбнется мне. Я растаю, все забуду. И вообще все прекрасно. А так, что не надо там какие-то версии додумывать. Все хорошо. Какое фирменное блюдо в Абхазии? Все. Сациви вкусные. Хачапуры. Все вкусно в Абхазии. Вот не дадут соврать люди. А мне еще вдвойне было приятно. Маша жила с видом на море. Где все мое детство прошло. С видом этого набережного. И вообще. Так что все хорошо. Машечка, я тебя целую. Я тебя люблю. Ливан молодец. Всегда поддерживает Машу. Я всегда поддерживаю. Я поддерживаю всегда тех людей, которых я люблю. Моему сердцу дорогу. Конечно, я буду поддерживать Машу всегда. И Машу, и маму, потому что пока они здесь были, я набирал, я спрашивал. Я переживал. Потому что эти люди приехали первым долгом в мою историческую родину. И, конечно, по-человечески я переживал. Потому что Маша красивая, эффектная. Я даже Маше говорила, лишний раз не выходи. У нас здесь народ не дикий. Но вы знаете, все равно, когда такая красивая, яркая девушка, и она не местная, она бросается в глаза. Так что ни один человек их не обидел. Их принимали на ура. Их ждут снова и снова. Писать разные истории, додумывать. Это просто бред. Так что всех людей, кто нас смотрит, поздравляю вас с Новым Годом, вне зависимости от вашей нации, цвета кожи, вероисповедания. Всех поздравляю с Новым Годом. Будьте в гармонии с собой. И обязательно гармония к вам повернется. Я тебя очень люблю. Я тебя оставлю с твоими, Машуль, не буду тебе мешать. Пойдут. Я тебя осмотреть дальше. Ливан, вы супер. Спасибо. Не знаю, может, я не супер, но я знаю, что у меня душа чистая. Это, наверное, самое главное качество во мне. Да. Обязательно. Мама очень сожалеет, что вы не доехали. Что я вас никак, но ты видела, как, ну, мы работали с Машей просто три дня подряд. И, ребят, было это физически, мне не сделать. Куда смотрит Ливан? Куда я смотрю? В смысле, вот, прямо смотрю. Вам глаза. Так что, Машечка, я тебя люблю. Ты дива. Это у вас парик? Нет, у меня не парик, ребят. Ну, все окей. Маша, у меня парик, скажи людям. Нет, я даже подошла, спросила Ливана. Зайя, говорю, ты чем моешь голову, у тебя так блестят волосы. Говорю, вот, у меня там пак. А у Ливана свое, он очень крутой, у него просто идеально. Я, по-моему, у него поставила комнату горсо духи, вот эти вот. Рубан, в доме купил нереальный горсо. И, ребят, Ливан, честно скажу, я не знаю, ты не обижайся, конечно. Ну, когда ты прошел после площади, такой мокрый, и ровно, это очень секси выглядело. Спасибо. Что в Абхазии можно хорошее посмотреть, где погулять, все. И да, в Абхазии изумительно, абсолютно верно. Ребятки, я вас всех поздравляю еще раз искренне. С Новым Годом, пожелаю вам мира, добра, любви. Я оставляю Машу, пусть она с вами пообщается. Возвращается, Маша потрясающая, классная. Пишите только позитив, посылайте позитивные мысли, они обязательно к вам вернутся, поверьте мне. Все, что мы говорим в голове, в душе, в мыслях, в подсознании, все это возвращается. Так что... Я хочу вам сказать, вообще, знаете, Ливан, это не просто вот такой человек, который ведет там мероприятие или что-то. Он же очень известный журналист, телеведущий. Он, Маша, подожди, вот это самое главное, как я люблю про него сказать, что он. Откажешься. Откажешься, на мне. Знаете, Ливан, это, в общем-то, очень звездный ведущий, который на всех мероприятиях в Москве, на телевидении, на первом канале, на канале, он везде, понимаете? Поэтому, это очень известный человек. Умница, необыкновенный. Тетя Олечка, сейчас я покраснею. Да не надо. Не надо. Не вкусно там кушать. Я не ел, пока сейчас пойду. Курочку домашнюю мне жарят. Сейчас пойду. Домашнюю курочку. Очень приятно. В следующий раз, когда я приеду, я хотела бы попасть на домашнюю курочку. Ко мне домой мы пойдем правильно. Вообще не вопрос. Я, Маша, об этом... Вообще я хотела попробовать вашу настоящую домашнюю чачу. А я с тобой привезу ее сейчас вам. Вот здесь все слышат? Пожалуйста. Вот любезен, вот любезен, привези мне. Я там немножко купила, конечно, чачи. Я ее подарила чачу. Очень довольны были. Но я хотела бы, чтобы вот какая-то вот... Я, Тетя Олечка, много не обещаю, но литровую бутылку я вам... Да, нормально, нормально. Я вам даю слово. Вот здесь люди слышат. И вы в эфире это покажете. Я покажу в эфире. Целую, обнимаю. И вы знаете, и там совершенно замечательная женщина была. Вот она, знаете, в ресторане, в парусе. Это директор ресторана. Я думаю, девочка, девушка. Но для меня она молодая совершенно. Она так хорошо организовала столы. И красивые были накрытые. Вообще было супер все. Вы знаете, я вот рада была, что я побывала в Абхазии. Единственное, что в Сухум не попала. А так прекрасно. Да, а Чемчирь это мой родной город. Это родной город Ливана. А потом мы праздновали в Гал. Да, абсолютно верно. Правильно? Ну, в общем, я все запомнила. Как будто я там... А вы здесь же были. И это все из вашего детства, из молодости. И знаешь, я была же озера Рица. Я там даже, ну, как бы слегка купалась. Оно ледяное, но была там. Я была в пещерах. Вот в этих знаменитых пещерах. Где сталакситы. Сталакситы. Вот. И это был тещин язык. Я заснимала, когда мы ее... Знаешь, все было замечательно. Ну, что я могу сказать? Вообще прекрасно. Каждая страна по-своему прекрасна. Правильно, тетя Олюша. Нет плохих людей. Нет. Все очень хорошо друг с другом дружим. И Абхазия прекрасна. И обязательно, кто будет в Абхазии, обязательно проходите в этот потрясающий ресторан, где мы с Машей работали. Ресторан «Парус». Да. Можно сказать, что я с Лису, которое, собственно, у которого выступали, оказывается, я с ней знакома еще с Москвой. И мне настолько вообще было приятно, что как звезды сошлись, да, что мы у нее, по сути, работали в Абхазии. Что хочу сказать. Те, кто приезжает в Сухум, обязательно приходите в ресторан «Парус». Это Гал. Город Гал. А также, оказывается, там живет мой дядя. И у него чебреки у Робика. Это мой дядя, оказывается. Ты представляешь? Я даже... Да, родная дядя. Я люблю у него очень есть. Это по улице Лакоба. А ты приедешь, мы можем сюда приехать в любое время. Просто собраться, взять самолет и прилететь, и остаться в Сухуме. У Ирмы же моей в Сухуме квартира. Маша. Большая. Кстати, приятно, что еще сказать тем, кто собирается ехать в Сухум, да, то, что Город Гал. Город Гал. Можете проживать 5-7 минут, а через день нет. Все меня узнавали, все со мной фотографировались. Очень лояльная, так сказать, вот аудитория, или как это, кто там, но на проверку стоит. Очень лояльные все люди. Прекрасно, отнеслись. Слово не спросим, я всегда прям пропустил без вопросов. Маленькие. Замели меня там 800 раз, когда замуж, где дети, все это простое смотрели. Еще приятно, что в Сухуме не нужно в Абхазии подключать ВПР. Конус прям, ну, короче, все очень круто. Девочки, вы прекрасны. Тетя Олечка, позвольте мне вас так назвать. Я вас очень люблю. Я вас очень люблю. Вот, ты знаешь, мне приятно, что ты называешь меня так, без имени, отчества. Я так в театре, знаешь. Меня там вообще называли Ольга. Да, молодые солисты, несмотря на возраст. Все хорошо. Мне что-то грустно стало. Мы столько говорим, я очень по вам скучаю. Я восьмого вечером прилетаю, Машуль. Я вас очень люблю. Я хочу искренне и вам, тетя Олюшка, и Маше пожелать хорошего настроения. И пусть этот год, 2024, только ваш дом принесет мира, добра, любви, здоровья. Да. И вам, и вашему сыну, вообще всем вашим родным и близким. Пусть все будет хорошо. Все, обнимаю, все в целую.